За школьникам идея, поддержка за республикой. Нефтекамские мальчишки и девчонки активно участвуют в конкурсе школьного инициативного бюджетирования, предлагая свои идеи и проекты. Если в прошлом году по городу наши школьники защитили 6 проектов школьного инициативного бюджетирования, то в этом году их уже 11. Вчера на базе школы Селамзя был открыт проект, который называется «Шахматная мастерская». Есть активные ребята, которые любят играть шашки, шахматы на перемене непосредственно после уроков. И получилось очень интересное пространство, которое также ребятами активно используется. В том числе среди 11 проектов есть один большой проект, это предуниверсарий, который создается совместно с Уфимским университетом науки и технологий. Он будет открыт уже в январе на базе гимназии номер 1. В 13-й школе ребята уже задолго до получения гранта занимались организацией школьных новостей в рамках тех возможностей, которые были. Теперь, благодаря победе в конкурсе школьного инициативного бюджетирования, у них появилась возможность создавать, творить и учиться новому. А планы у школьников большие. Сначала мы работали с нашей командой на вахте через пожарные громкоговорители, проводили школьные радиоэфиры, создавали какие-то рубрики, закупили оборудование для звукозаписи, это вот пара студийных мониторов, КРК, миди-клавиатура, микшерный пульт для трансляции. По всей школе мы выводим сигнал на вахту от нас идет, мы можем и вживую транслировать, и свои песни записывать здесь. У нас будут в течение недели рубрики, это школьные новости. По пятницам, в среду там тоже у нас планируются какие-то рубрики. В понедельник тоже такая более новостная лента будет. Участие в подобных конкурсах – это большой совместный труд и учеников, и учителей, и неравнодушных спонсоров. Именно благодаря большой сплоченной команде удалось создать современное технологичное пространство для творчества школьников. Мы не первый год уже участвуем в проектах, но в школьном бюджетировании мы участвуем в первый раз. Я очень горжусь своими учениками, которые подали идею, республика поддержала, и мы выиграли этот грант. Теперь у нас будет своя медиа-студия. Ребята, вы просто молодцы. И еще отдельно я хотела бы поблагодарить наших депутатов – Владимира Викторовича Белоглазова и Леону Раифовну Киршину, которые оказали спонсорскую помощь и помогли нам выиграть этот проект. В рамках исполнения гранта было приобретено оборудование для организации радиовещаний и звукозаписи, компьютеры и множительная техника, мебель для студии. В помещении проведены работы по шумоизоляции, выполнен ремонт, проведена частичная замена устаревших кабелей и громкоговорителей. Полина Сюткина, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».